Доброе утро, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет влог, очередной влог. Что я могу сказать? Погода прекрасная. Кстати, сегодня солнце не так палит, хотя на моей стороне именно до половины первого солнышка. Сейчас я его не вижу. Хотела поделиться с вами посылочкой, которая мне пришла недавно. И я сейчас всё тестирую и пробую. Вот одно из них, это карандаши, которые у меня на губах. Называется Провок. Провокатор, наверное. И у меня вот таких три цвета. Красный, такой тёмно-бордо. И вот на мне сейчас. Он такой светло-коричневый, наверное, что-то такое. Вот. Вчера я красила светло-коричневым, и что-то у меня он удачно лёг. Всё классно. Возможно, были увлажнённые губы хорошо. Сегодня они у меня суховатые, хотя я уже стёрла помаду, тёмную нанесла. Очень. И она, конечно, у меня там во все щелки забралась. Вот. Я стёрла её и накрасила опять светлым. Но всё равно, что-то сегодня мне не удалось как следует накрасить карандаш. Но мне понравилось... А, ещё он у меня сломался. Возможно, их нужно в холодильнике держать, потому что у нас жара такая. И всё... Всё просто портится. Вот. Ну, не портится в плане помад и карандашей. Если они тем более мягкие, это мягкие карандаши. Они ломаются. Это сорок седьмой номер у меня сейчас на губах. Вот. Сорок седьмой номер. Ну, карандаши мне, в принципе, понравились. А самое, что больше всего мне понравилось, это то, что карандаш не оставляет отпечатков. Я, кстати, забыла. Я раньше красила карандашами именно по этой причине, что они не оставляют отпечатков. И я теперь с утра красивая. Я накрасилась, ну, как и моими любимыми помадами. Просто помадами тебе не нужно там вырисовывать долго. Хотя карандашом тоже нужно вырисовывать долго, чтобы было красиво. В общем, с утра накрасила, и всё. И я красивая. В любой момент беру камеру, всё прекрасно. Приходят соседи, или я выхожу на улицу, и я красотка. Ну, и, соответственно, с сына играю, и он у меня не в помаде. И пришли ещё вот такие вот лаки. Это какая-то суперформула, артист. Суперформула для того, что они держатся очень долго. Ну, я накрасила. Вот у меня беж один. У меня один беж, другой такой красный. Красно-бордой. Я не знаю, потом его как-то накрашу. Но мне захотелось бежевый. Тем более на ногах у меня тоже какие-то шелак ещё остался светлый. И сегодня, считай, первый день. Я просто вчера ночью накрасила. Пока могу отметить, что, в принципе, неплохо накладывается. Но светлые они всегда накладываются. Ну, там, два слоя бывает мало. И у меня три слоя здесь. Что мне понравилось, уже отметила, что быстро сохнет. Потому что обычно, если я крашу на ночь три слоя, а я не тоненький-тоненький прям слой красила. Первый тоненький, второй чуть потолще. Третий хороший такой слой, чтобы было вот так всё ровненько и красиво. И на утро обычно встаю с лаками другими. И где-то там, знаете, как оно... В общем, некрасиво смазалось где-то. Здесь всё нормально. Они достаточно быстро высохли. Вот это мне нравится. Это в лаках я ценю, когда они быстро сохнут. Единственный момент, что лаки эти я прочитала, они только с базой держатся 10 дней. Если база, потом колор вот этот вот, и потом ещё закрепитель. И тогда это какая-то формула, которая держится очень долго. Но у меня просто колор мне прислали без закрепителей, без основ. Поэтому я попробую, сколько держится так. Вообще, я думаю, что как обычный лак. Ну, посмотрим. А так, доброе утро. Я пью кофе. Сына играется у меня. Мы потихонечку заживаем. Хочется выйти уже на улицу. А, и завтра у меня тату. Ну вот мы вышли из дома. Я так приоделась, на самом деле, скромно. А, кстати, у меня новые шорты. Я буду их показывать. Такие они высокие. Мы с малым собираемся сейчас в это... Что-то взял какие-то бумажки. Достал. Дэнни, ты что, уже открыл? И все, вообще, мужик растет. Я не могу. Он даже сам открыл, бил, бил по ней и открыл вот эту штуку. Вот эта штука. Она у меня вот так вот, вот здесь вот. И он вот так вот по ней бил, бил и открыл. Дэнни, ну ты вообще. И достает оттуда бумажки все. В общем, в поликлинику идем, потому что у нас что-то сопли. Вот ничего, мне кажется, его особо не беспокоит. Вот сопли, мне кажется, конкретно что-то они не проходят. Хочу к врачу дойти. Пусть, может, она пропишет нам что-нибудь интересное. Шлепки забыла переодеть вообще. В домашних своих фикс-прайсовских. Все время так забыла. Сейчас пойду одену что-нибудь другое. В общем, сходили к врачу. Наша врача еще в отпуске. Она будет только через день. Ну, я зашла к врачу, который тоже мне нравится. Мы были у нее. Она, в общем, сказала, что ничего серьезного. Ну, сопли, слюни, возможно... В общем, короче, ну, возможно, зубы, да? Но я думаю, что нет. И все равно для профилактики прописала нам, в общем, там, анаферончик такой. Все, зеренат, спрей капать. И носик закапывать, если будут забиты, там, на зевином. И еще вот мне нравятся капли проторгол. И они сосудосужающие. И в прошлый раз они прям, кажется, нам очень сильно помогли. Мне не нравятся они на месяц. Их в рецептурном продают. И они мне понравились, в общем. Ну, надо только их сейчас найти, где их покупала, не помню. А еще я хочу супчик сегодня сделать. И такой, знаете, сливочный с грибами и с картофелем. А, и курочка туда брошу. Да. Короче, мы едем сейчас на рынок и в аптеку. Не, вы представляете, я не могу не сказать. Я забыла все деньги дома. Это хорошо, что у меня кошелек просто валяется все время. Я просто из кошелька уже давно все вытащила, карточки. У меня просто несколько карт, и одни остались в кошельках. Вот Альфа-банк есть. Надеюсь, там что-то есть на счету. Ну, вообще, рынок мне закрыт. Если будут грибочки, блин, в магазине, я буду счастлива. Вот что-нибудь да забуду все время так. Съела только что вот такую целую кукурузину. Я на самом деле кукурузу очень обожаю, но она еще сейчас слишком молодая. Я сама торговала кукурузой, и каждый раз, когда я вижу кукурузу, я вспоминаю свои 11 лет. Сына, сиди, сиди. В общем, мы все купили. И я хотела сказать, что я люблю кукурузу, что я люблю ее не совсем-совсем молодую, а чтобы она была немножко пожестче. А еще... А еще что еще? А еще нигде не нашли мы эти... Оказывается, во всем рынке, вообще на всем районе здесь два рынка. У нас и магазинов. Я не нашла... Как их называют, блин? Грибы. Только в одном месте у одного мужчины. Они хранились в холодильнике. Говорят, что они быстро портятся, и они подорожали, и поэтому их никто не берет. Но мы нашли, и спасибо нашему рынку, и этому человеку, который все равно взял грибочки. А сейчас мы собираемся домой, я буду готовить вкусняшки. Я ужас, летящий на крыльях ночи. У нас вырубили свет. И я не могу нигде свое кольцо селфи найти. В общем, они офигели, выключили свет без предупреждения. И я не знаю, у меня были такие грандиозные планы. А сейчас я не знаю вообще. У меня не кайф просто разблокировать телефон. Малышня спит, и я съела бутерброд. Пью чай, и на последних батарейках я смотрю... На последних батарейках я смотрю свой любимый сериал «Миллиарды», восьмую серию второго сезона. И я расстроена до глубины души, потому что без света нет жизни. Хорошо? Хорошо у нас газ есть. Я смогла сделать себе чай. Но готовить я ничего не буду, потому что оно все пропадет. Вообще они не должны так делать, насколько я знаю. Ничего страшного не произошло. Был гром и дождь в короткое время. Вот нашли повод отключить свет. Все аварийные службы заняты. Никуда не дозвониться. Я почитала комментарии, там говорят, что вообще нереально дозвониться вообще. Короче, я не знаю, когда его включат, у соседей тоже света нет. Мы в шоке. Так что я с вами прощаюсь. Я с вами прощаюсь. До завтра. Кстати, у меня татуировка не завтра, а послезавтра. Доброе утро. Время 9 утра. Вот такая с утра немного припухшая. Оказывается. Только приумылась немножко. Ой, надеюсь, я ресницы завтра сниму. Завтра, если мама моя выздоровела, сейчас надо ей спросить, как она себя чувствует. Че мой сладкий? Че мой зайчик? Кстати, хотела сказать, что мне очень нравится канал. Вот часто спрашивают. Family Is называется. Вот девушка-психолог, которая рассказывает интересные вещи для детей. Мне очень нравится. Прямо по-английски Family Is и многоточие там. И мне понравилось. Я вчера смотрела 7 фраз, которые нужно говорить ребенку. 7 фраз, которые не нужно говорить ребенку. Но вот что касается нужно говорить ребенку, это легко, это я и так говорю все. А то, что не нужно говорить ребенку, ну, то есть, некоторые фразы, они настолько автоматом могут вылетать, что здесь нужно следить и следить, да. Но я полностью согласна, и я буду стараться теперь, чтобы... Ну, я вроде бы особо еще ничего такого не говорила. Он еще маленький, не понимает многое. Но все равно. Бывает, когда он там психует, психует, я говорю, вот ты у меня псих, вот ты у меня псих. Вот. А это может заставлять ребенка думать, что он не такой, как все. Что он какой-то плохой. Вот. Я не буду говорить псих. Это только папе можно говорить. Он уже взрослый, понимает, что он лучше всех остальных и что мир вокруг него крутится. А вот... А вот сына можно подумать, что мир не вокруг него крутится. Сына, мир вокруг тебя крутится. Да. И я вокруг тебя. Все вокруг тебя. Свет нам дали, наконец-таки. Я половину продуктов, самых важных, убрала в морозилку. Успели уже подморозиться даже. Сейчас мы проснулись, сейчас 9 утра. Я пью кофе. Капучино, своего любимого. У нас всю ночь шел дождь. Поэтому теперь мы ждем. Я надеюсь, будет хорошая погода, чтобы все это высушилось. И как раз мы заживем до конца уже. Видите, тут покраснения остались. Но уже ничего не болит, слава богу. Все хорошо. Ну, в общем, сегодня мы пока дома. Никуда не собираемся. Будем отдыхать дома. Кстати, развела я вот этот вот шведский, швейцарский... Шведский. Шведский напиток с непонятным словом. Ну, просто он вообще... У него непонятный вкус. Кисленько-сладенький такой. Ну, как бы жажду утоляет, и все. Единственное, что я пила его вчера, позавчера. И что-то у меня так ночью живот закрутило-закрутило. Я не пойму, от него или... У меня там масло просто оставалось. Оно давно лежало. И я съела пару бутербродиков с маслом и с рыбкой. И вот я не пойму, что это из-за масла, из-за этой воды. Но я перестала и масло есть, и воду эту пить. В общем, посмотрим еще. Чего, мой заяк? Ко мне идешь? Ну, пошли. И вот хотела сейчас с вами поделиться. Я вчера видела такую картину, когда мальчик, я не знаю, ну, 8-9 лет, наверное. И мама, значит, ему говорит, иди беги там вот до кого-то догоняй, ты уже опаздываешь. И вот он с портфелем, я думаю, это класс третий, наверное, ну, второй, третий. И она говорит, давай бегом, и ты догоняешь. Ну, ты опаздываешь. И он такой не хочет идти. Он такой идет как бы медленно, что-то психует, такой руками махает. Знаете, вот когда у человека бывает, вот, его что-то бесит, и есть такие вот немного неадекватные поведения. Там голову об стенку удариться, там, да, или начать что-то делать такое. Ну, прям исполнять. И он такой идет, что-то психует, прям что-то руками такой фак маме показывает. Такой, ну, как бы и прячет, и показывает такой фак, такую вот прям агрессию. Потом идет дальше, ногой столб ударяет. Потом она говорит, иди быстрее, ты опаздываешь. Я тебе говорю, иди быстрее, как бы, да. Он ей, заткнись, матери своей говорит. Мальчик, мальчик растет, я в шоке. И вот он идет медленно. Она говорит, иди, сейчас я уйду, а ты останешься, тебя украдут. Да, сейчас я уйду, а тебя украдут, вот такое она говорит. И он ей что-то там матом отвечает, что-то как-то это, да я сказала, заткнись, отвали, что-то вот такое. Я иду просто, у меня прям сердце сжимается, и я... Ну, она не обращает на это внимание, а мать, то есть, да. Я бы, если бы это увидела, я бы отреагировала достаточно жестко, чтобы у ребенка желания больше не было там все вести. Вот, ну, во всяком случае, я постаралась бы сделать что-нибудь такое. Тем более мальчик, тем более мальчик, это жестко. Вот, как вы думаете, из-за чего это происходит, и как с этим бороться? Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. У кого такое было, и как вообще вот с этим вот? Или кто, может, такое видел? Все, пошла к маме. Сейчас я провожу время на кухне, я готовлю, и хотела сказать вот про этот напиток. Я говорила, который я развела, покупала его в продукты от Икея, в Швеции. В общем, ничего особенного, на 2 литра развела, вот пол-литра этого и еще. Ой, 1 к 4 там надо было. То есть, одна такая и 4 воды, а я сделала на 2 литра. Одна такая и 3 воды. Значит, можно ее еще раз добавить. Ну, в общем, такая сладенькая, и вкус вообще совершенно непонятный. Какой-то его микстуру, может, где-то напоминает, какое-то что-то непонятно. Ну, неявное такое. Ну, такой интересный напиток охладительный, но я больше не буду брать. Я считаю, что это дороговато. 250 рублей стоит вот эта штука, и такое не пойми, что в итоге. Сейчас я готовлю грибной супчик. Как я его готовлю? Я бросила практически одновременно грибы и картошку. Ну, то есть, грибы бросила, закипели, картошку. Сейчас вот оно, я думаю, до готовности сделается более-менее. И я брошу обычную семгу, слабосоленую. Кстати, хотела сказать, какую я покупаю. И по мне это самое лучшее сочетание вот вкуса, соли. Я очень много семги перепробовала. Я люблю ее есть. И вот здесь самое замечательное сочетание соли. Она реально слабосоленая. А не когда покупаешь, и от соли потом плюешь. Что, надоело сидеть? Я половину этой сумги съела уже, половина осталась. И я добавлю ее, кастрюльку маленькую делаю. И вот такой вот сливочный сыр, но можно любой. В общем, сливочный сыр туда брошу. Здесь половина у меня осталась. И зелень. Петрушка с укропом в конце кину. Все, сейчас оно кипит, готовится. И все, и в принципе супчик готов. Так, все, кашу войдет. Еще хотела поделиться. Я купила вот такие макароны себе. Не знаю, что за вкус. Они из цельного зерна, твердых сортов пшеницы и зародышевые клетчатки. Они какие-то коричневые. И главное, к ним я купила сосиски. Очень классно, да? Такие полезные макароны. Вот они, с другой стороны цвет. Полезные макароны, но вредные сосиски. Но должно быть же что-то полезное в еде. Макароны. Да, еще я туда добавляю вот свою любимую заправку. Здесь чисто лучок. Зажарка такая. Лучок и морковка. Я не люблю резать, жарить все это. Поэтому я так добавляю. И очень вкусно. Сына спит. Вот что у нас в итоге получился за супчик. Сейчас буду я его есть. А потом в душ. Ну что, дорогие мои. Мы нарядились с моим сыном. Я сразу вспомнила, знаете, свое детство, когда мы тоже, когда собирались когда-то в гости. Мы наряжались, одевали лучшие платья. Ну, да, в принципе, постарались, оделись. Вот. И что я хотела сказать. На мне сейчас на губах вот этот карандаш. Это, по-моему, в этом влоге, да? Мы же его тестируем, показываем. 24 номер красный. Офигенский цвет. Просто он не яркий красный, не темный красный. Он классический красный. Очень красивый и очень хорошо ложится. На увлажненные губы, повторюсь, на сухие очень плохо ложится. Что касается лаков, если мы сегодня тоже их здесь тестировали, то они не совсем оправдали своих надежд. На этой руке у меня еще держится все. Сегодня второй день всего лишь навсего. А здесь вот уже ободрался. На одном пальце конкретно ободрался. На втором пальце, на третьем, в общем, кончики так немножечко пооблупились. Пооблупились, такое вот слово. Как вам? Кого-то бесило слово кошлатиться. Кто-то говорил, так бесит слово кошлатиться. Извините, можно я? Кошлатиться, кошлатиться, кошлатиться. Я люблю по нервам немного бить. Нервным людям. Ладно, все, мы едем к моей однокласснице. Ну, когда-то мы были одноклассницами вместе. К Леночке. Не знаю, покажу я вам ее или нет. У нее тоже малыш есть. Если захочет, покажу. А не захочет, не покажу. Так что мы едем в гости. О, вот мы и приехали. Что-то здесь Света мало. Так, Дэн, я с тобой иду. Сейчас забежим в магазик. И в магазик. Очки надо, наверное, снять уже. Все, сыночка, я тебя беру, идем. Посмотрите, какой фон. Вот было бы классно, если бы я жила вот так, да, и такая, моя новая квартира, ура! И все время были бы видосы вот такие, да, такой шкафчик. Вот мне вот нравится, все такое беленькое. А вид какой с окна бы у меня был. Вот мне нравится вид такой с окна. Я не против просыпаться и вот так вот видеть все это. Чувствую, жизнь удалась. Лена, жизнь удалась? То есть ты чувствуешь с таким видом? Смеется. Ну, я показывать ее не буду, потому что она, естественно, не готова к видео, как всем. Человек семейный, домашний. Зачем ей-то надо эти детские приколы? Да, Лен? Ой, гля, вот еще вид красивый. Блин, как красивый. Да ладно, что сушилка с таким видом, с таким балконом, большим, широким. Сушилка, это просто красота. Кстати, сына, он к Лене пошел легко вообще на ручки. Она говорит, идем, но он сначала позариливал с ней, такой тянется к ней обратно. Нет, потом опять к ней обратно. Нет. Потом все-таки пошел, да? Что я хотела сказать? Уговариваю Лену быть блогером. Тоже сейчас. Вы ее даже не видели у меня, но я думаю, что ей бы хорошо было бы. Обговариваем темы, которые можно было бы ей снимать. А Вось станет блогером. Ну ладно, все. Будем болтать. Мне так нравится, блин, я сейчас зачекиню все в Инстаграм. Вот мы уже сели в машинку, собираемся ехать домой. Отлично провели время. В общем, возможно, у нас будет пополнение ростовских блогеров. Я посодействую этому. Вот. Возможно, вы еще увидите одну из моих подруг, к которой я вечно не могу никак добраться. Фух. Что ты сразу с заколочкой моей мчишь? Все, время уже. На самом деле нам спать пора, поэтому сейчас быстренько доедем до дома. И уложу сыночку спать. Прекрасно провели время. Я довольна. Все, домой едем. Фух. Все, мы приехали домой. Сын уснул уже в машине. Я его тихонько перенесла. Он спит. На сегодня я буду влог заканчивать, потому что завтра будет много интересных событий. Не много интересных, но одно событие точно будет очень интересно. Это будет для вас сюрприз, потому что... А, нет, я уже говорила. Может, я вырежу этот момент там, где я говорила. Короче, завтра будет интересный влог. Поэтому я прощаюсь с вами до следующего влога. Люблю вас, целую, обнимаю. И я пошла монтировать это видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok